здравствуйте подписчики и зрители моего канала напомню меня зовут евгений филоненко и сегодня я отправляюсь в омск какой омск в отпуск казалось бы да ну но в отпуск и в отпуск да но краткая предыстория вообще всего этого дела мы находимся на парковочке через которую я каждое утро еду на работу эта парковка рядом с м4 дом то есть ну соответственно люди едут практически все люди едут отдыхать вот каждое утро проезжая эту парковку я обещал себе что во время отпуска я приеду сюда даже не просто купить кофе хотя бы заправить машину и вдохнуть полной грудью этот запах свободы запах отпуска год и пару месяцев назад мы также семьей поехали отдыхать в адлер потом феодосию потом обратно вернулись в москву все это происходило на автомобиле джили кул рейс пресс-парка вот прошел ну соответственно мои моя семья прилетела в москву и мы отправились на отдых прошел год и два месяца мы снова едем в отпуск но уже едем в качестве подмосковных жителей сегодня нашим транспортным средством будет вот этот вот микроавтобус volkswagen каравелла из представительства volkswagen естественно я расскажу вам все про все плюсы и про все минусы да про минусы я тоже рассказываю поэтому представительство skoda kodiaq второй раз мне не дали так иногда бывает краткая техничка по машине это полный привод эта коробка dsg деку 500 не сказали но мы еще будем разбираться про нее еще посмотрим я вам сделаю полный обзор этого автомобиля так как мне дали этот автобус но по-другому я не могу здесь место просто вот так вот я соответственно вызвать своих родителей и мы большой дружной семьей сейчас отправляемся на юг по трассе м4 не переключайтесь будет интересно м4 а м4 а Маленькие геренвагены. Маленькие геренвагены. Маленькие геренвагены. Позади меня Volkswagen Caravella. Полноприводный микроавтобус. Такой, знаете, наверное, я назову его золотой серединой. Но вы все знаете, что в Volkswagen есть коммерческие автомобили. Есть транспортер, есть Caravella и есть Multivan. Такой более гламурный, наверное, микроавтобус. 2500 километров. То есть от Подмосковья до Крыма, до западного побережья Крыма. Затем я съездил еще в Севастополь. Кстати, рекомендую съездить в Севастополь и сходить на экскурсию на крейсер Сметливый. Там вам прям доступно по полочкам расскажут о корабле, который прослужил два срока своей корабельной жизни. Почти 50, почти больше 50 лет. Ну, у нас свой крейсер, который сегодня забрался в пески. Вот такого вот красивого места. И если вы... Ну, сразу, да, я вас сразу огорчу. Если вы думаете, что полный привод вам поможет ехать здесь, то, друзья мои, вы ошибаетесь. Буквально 2-3 минуты допростит меня представительство Volkswagen. 2-3 минуты. И у меня на датчике написано, что КП перегрелось. Соответственно, смотрите, бортовой компьютер. Не знаю, как я буду отсюда выезжать, но, по крайней мере, здесь народу масса и все здесь на кроссоверах думаю, что-нибудь придумаем. С чего я хотел бы начать? Естественно, с задней части этого автомобиля. Это у нас, как я уже сказал, гармония, баланс, золотая середина. Здесь есть все. Есть все и для пассажиров. Есть все для того, чтобы заниматься своим каким-то малым бизнесом. Чтобы перевозить определенные свои грузы и так далее. Электропривод в этой комплектации есть. На сентябрь 2021 года эта машина, этот автомобиль в этой комплектации стоит 3 700, если я не ошибаюсь. То есть самая дорогая комплектация на полном приводе с двигателем 2 литра 150 сил будет стоить, по-моему, на миллион больше. Ну, плюс-минус. Почему я сказал, что это универсальный автомобиль? И для пассажиров, и для, соответственно, перевозки грузов. Потому что вот это вот первое кресло, это третий ряд сидений. Его можно полностью убрать. Вот есть две петли, за которые, если потянешь, но его лучше убирать вдвоем. Ну, дабы не поцарапать обшивку кузова. Но даже сейчас с тремя рядами сидений здесь очень большой багажник. И, в принципе, я его загрузил, ну, как говорится, по самое не хочу. Смотрите, по поводу груза. Уже здесь есть вот такие вот токелажные петли. Причем здесь и спереди. Есть одна розетка. И для пассажиров, опять же, у нас на крыше есть дефлектора и есть свой климат-контроль. Здесь он трехзонный. То есть у водителя, у пассажира и, соответственно, у задних пассажиров. Вот такая вот огромная у нас задняя дверь. В принципе, здесь можно свободно сесть и порассуждать. Я вот сейчас просто веду обзор и я думаю, а как я отсюда буду выезжать? Вот эти мысли, они меня не покидают. Хотя полный привод. Ну, заключение по этому автомобилю мы сделаем, естественно, в конце этого ролика. Технику саму, да, вот прям техничку, прям вот досконально, я считаю, мне, как человеку, гуманитарию, объяснять, наверное, не нужно и неправильно. Но я же не, как говорится, энергетический блогер, который лобая на гитаре, может вам за технику втирать. Я так делать не буду. Субтитры сделал DimaTorzok Если кто знает историю концерна Volkswagen, именно коммерческих автомобилей, вот вы посмотрите просто на эти квадратные формы. Если мы вспомним 70-е годы, да, когда вот только зарождалась вот эта вот тема с автомобилями для грузоперевозки. Почему я сказал баланс? Потому что вот в тех автомобилях, в самых первых, да, в транспортерах, там действительно был баланс. Там даже груз находился между двумя осями. То есть все было равномерно. Дизайн с того момента практически не поменялся. То есть он как был квадратный, так и есть. Ну, по сути, велосипед изобретен. Зачем изобретать что-то новое, если это работает? И эти автомобили покупаются. Вот именно досмотрите ролик до конца, я вам расскажу. Я провел такой небольшой соцопрос у владельцев этих автомобилей. Вот именно Т6-1. Это вот 2020-2021 года, которые купили люди, да. Есть люди, которые купили уже третий автомобиль Volkswagen Caravella. И 6 из 6 сказали, потому что он универсален. Потому что вот за ту цену, за которую он стоит сейчас, да, ну, нельзя взять тот автомобиль, который будет и рулиться, и ехать хорошо, и все те фишки, которые будут у него в комплектации. Ну, тот же адаптивный круиз-контроль. Он будет работать. Не как, допустим, в азиатских автомобилях круиз работает через раз. Адаптивный, я имею в виду. Здесь все работает отлично. Ну, по всей видимости, помимо муфты полного привода. Пошел я за лопатой. В некоторых комплектациях есть еще боковая дверь слева. Ну, конечно, две двери это гораздо удобнее. Смотрите. Первое, что здесь удобно для меня было, это проход на задний ряд. То есть, это вот сидение, оно, ну, не то, что там двигается по-сладкому и так далее, оно сразу вот. И само седло, и спинка убирается, все. Любой может пройти. Ну, реально, как в автобусе. Что здесь есть? Климат-система, подсветка, ну, и, соответственно, свой климат-контроль. Своя климат-система. То есть, вы можете выставить для себя комфортный, ну, комфортный климат в салоне. Плюсом еще здесь, я, честно говоря, не знаю, в комплектацию это входит, либо не входит. Ну, мы потом будем об этом говорить. Мы можем сделать так, чтобы радио, да, музыка, которая играет, она, ну, сам фон был спереди. То есть, для задних пассажиров фон убрать. Если там, допустим, сзади дети, да, они спокойно могут отдыхать, могут спать. У нас здесь 7-ступенчатая DSG, DQ500, которая не должно перегреваться. Черт подери. Смотрите, по посадке реально здесь удобно, комфортно. Вот за то время, что я ехал, первую, наверное, первую 1200 я просто выходил на заправке. То есть, я не отдыхал. Потом у нас был перерыв 6-часовой. Мы поспали в гостинице. И, соответственно, дальше там осталось у нас около 700 километров. Мы уже ехали, в принципе, без отдыха. Да, спать хотелось, но так, чтобы прям за рулем засыпать, такого не было. Руль. Первое, что мне бросилось в глаза, это руль. Ну, блин, он сделан достойно. Как в каком-то, я не знаю, дорогом кроссовере. Обилие кнопок, но кнопки все эти понятные. То есть, регулировка круиз-контролем. Хотя с круизом я здесь разбирался очень долго. Не знаю почему, но как-то он то ли не включался, то ли что. Есть у нас здесь, соответственно, как я говорил, адаптивный круиз-контроль. Есть контроль выхода из полосы, который я не включал. Не люблю, когда начинают мне указывать, что да как, вибрировать рулем и так далее. То есть, я про него, в принципе, про этот контроль выхода из полосы вам ничего рассказывать не буду. По большому счету, все об этом знают. Круиз-контроль. Выставил положение до впереди идущего автомобиля. Все четко. Работает реально, как часы. Работает реально, как часы. как я уже говорил баланс здесь до универсальность то есть вы на картах дверных можете увидеть пластик реально коммерческого автомобиля но здесь нет ничего такого премиального здесь да но тоже твердая но тем не менее видок более-менее основной минус если это это автомобиль позиционируется как семейный до для того чтобы перевозить людей даже не семью просто людей где под подстаканники где ниши но здесь до один подстаканник 2 в дверях есть большие ниши а взади взади нет ничего совершенно просто вот у меня бутылка до сих пор с боржоми катается туда-сюда плюс то что здесь есть вот такой вот проход на задний ряд огромный до рычаг ручного торбоза он принципе не мешает все хорошо сиденье у нас без электрорегулировок но я под себя настроил очень хорошо я как я уже повторю что за то время что я ехал у меня проблем не со спиной там не не шеи не с руками не было у нас есть вот такие вот небольшие подлокотники то есть ты все ты в кресле вот спокойно по трассе идешь средняя моя скорость была наверное 110 120 ехал редко потому что ехал семьей опять же по расходу 9 и 3 мой расход составил 9 и 3 это забава для нищих когда у человека нет денег он занимается вот этим делом крымском песке это еще не все надо ехать то 2 а а а у а а а а а а а а а Теперь все. В трассе просто как нереально каравелла идет. По ветру. Что мне здесь не понравилось, это круиз, который плюс 10 добавляет. Почему не плюс 5? А вот климат-система добавляет плюс 0,5 градусов. Блин, сюда бы лучше сделали полный, там не знаю, 5 километров, 5 километров добавляло бы. Ну, 110 выставляю, вот, нажал, все, ноги убрал, 110, она пошла. Сама тормозит, саба набирает скорость. Отлично. И, кстати, она реально рулится, как легковой автомобиль, то есть ее вот по ветру не бросает. Встречные фуры, кстати, здесь такая есть фишка. Встречные фуры, когда проезжают, ты их проезжаешь, ее ветром не сдувает. Она вот держится в полосе. Да, ощущается какое-то такое, знаете, ну, немножечко подрыв такой, но она прям так вот уверенно цепляется за дорогу. Вот это, вот это мне в ней нравится. Шумка посредственная, но есть в некоторых комплектациях двойной стеклопакет. Там уже шумка получше. Здесь слышно шумы от дороги, вот от колес, особенно вот поверху прям, такое шуршание. А теперь давайте поговорим о силовой установке этого автомобиля. Двухлютровом дизельном двигателе на 150 лошадиных сил. О, а что это у меня? Сажа, что ли? 150 сил. Кто-то говорит, что этого достаточно. По трассе, в городских условиях, ну, в городских условиях может быть. Я, честно признаюсь вам, для меня было этих 150 сил мало. 320 ньютонометров. Потому что по трассе с полной загрузкой, ну, как с полной, ну, килограмм, может быть, 500, грубо говоря, лишняя веса сюда, если загрузить, то уже в машине совсем прямо кажется, что как будто бы она задушена. Вот, потому что, на самом деле, я делал вопрос, вот, и мне сказали, что вот 199 сил для этого автомобиля, в принципе, хорошо. 150 этого уже мало. Чувствуется, как он на обгонах начинает надрываться прям, вот, ему не хватает, как будто вот его кто-то держит за задницу. Сажевый фильтр. Скоро и на бензинках, наверное, он появится. Мы же боремся за чистоту нашей вселенной. Так вот, друзья мои, что касается сажевого фильтра. Многие знают, что есть два типа регенерации. Активная и пассивная. Ну, это очищение данного фильтра. То есть, пассивная, это когда просто мы в движении, да, он очищается. Но, опять же, есть масса нюансов. Элементарное, в баке дизеля должно быть больше 60%. Элементарное, если он забит, опять же, этот сажевый фильтр больше, чем на 60-70%, то регенерация не будет происходить, вот. Активная регенерация, это когда он самостоятельно очищается. То есть, там, ты можешь просто стоять, да, на заведенном двигателе. Когда он стоит просто, активная регенерация, да, идет топливо на сжигание вот этих вот частиц мелких фильтры. Если не получается ничего, это топливо попадает в масло. Поэтому некоторые владельцы говорят, что уровень масла может значительно увеличиться. То есть, нужно следить за уровнем масла. Такое тоже бывает. И, соответственно, ну, все смазающие свойства масла, они уходят. А это уже чревато ремонтом мотора. Много тонкостей именно на дизельном двигателе. Кстати, сейчас появилась новая возможность взять Volkswagen коммерческие автомобили в аренду. И, соответственно, попробовать, нужен ли вам такой автомобиль или нет. Ссылки я оставлю в описании под видео. Проходите, изучайте, ну и берите автомобили. Ну вот и подошел мой отпуск на юге к концу. Видите, записываю на диктофон, уже петлички нет. Предлагаю подвести итог по этому автомобилю. Именно по этой модели, полноприводной, 150-сильной, на двухлитровом двигателе. Семейный ли это автомобиль? 100% да. Если вашим детям не нужны подстаканники, под бутылочки со смесью или с молочком и так далее. Если им не нужны кармашки и ниши в дверях под подгузники, под распашонки и прочее. Можно ли этот автобус покупать для своего бизнеса? 100% да. Трансформация салона позволяет разместить там любой груз, закрепить его с помощью текелажных петель. Ну и перевозить все, что вам понадобится. Можно ли на этой машине путешествовать на дальнее расстояние? Можно. В ней реально не устаешь. Едешь, тысячу, полторы тысячи километров, выходишь как огурчик. Будут ли проблемы у владельца с этим авто? Ну, у первого, наверное, нет. Не будет проблем ни с мотором, ни с сажевым фильтром, ни с мультимедией, которая неожиданно у меня зависла на скорости 130 вместе с навигатором, вместе с музыкой и так далее. Зависла на пару минут, потом развисла. Ну, может быть, это баг именно этого автомобиля? Я не знаю. Покупать ли эту машину вам? Я тоже не знаю. Но пять владельцев из шести купили Caravello второй раз. То есть до рестайлинга, а потом взяли уже и после. Т-6-1. Ну, именно в этом кузове. Наверное, все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok